Более 150 аптек проверено, еще столько же на очереди. Республиканская прокуратура проводит рейд по фармацевтическим торговым точкам. В центре внимания стоимость лекарств. Тему продолжит Осман Казаков. Одна из начальских аптек по улице Лермонтов. Визит сотрудников прокуратуры и представителей профильных ведомств стал неожиданностью для работников организации. Основное внимание ценам на лекарственные препараты. Предельная цена на КГЦ 235 рублей, в данной аптеке 218 рублей 70 рублей. Сдерживать цены на лекарственные препараты не просто, говорят фармацевты. По сути, они являются последним звеном торговой цепи от производителя до потребителя. И повышение стоимости от них никак не зависит. После Нового года резко поднялись цены как на жизненоважные, так и на просто препараты. Да, в какой-то мере это связано с ростом доллара, в какой-то мере наше оптовое звено пытается подзаработать, повышая цены на препараты. Прокуратура Кабардино-Балкарии с начала года проверила свыше полутора сотен аптек. Надзорное ведомство выявило многочисленные нарушения, связанные с завышением цен на жизненно необходимые медикаменты. Возбуждено более 20 административных производств. Три нарушения административных производств по безлицензионной деятельности. Один факт у нас по нарушению хранения лекарственных препаратов. И остальные это все нарушения по ценообразованию на лекарственные препараты. Завышение цен. По результатам проверки у нас отмечено увеличение розничных цен на лекарственные средства. Но, честно говоря, по проверкам это 4-5%. Изменения цен на рынке лекарств ощутили и жители Нальчика. Мы как-то особо не покупаем лекарства, но повышение цен было явно. Конкретно таблетки Найс, которые я постоянно употребляю, пью, они обезболивающие для моей болезни, полиартрит, стоили совсем не так давно, 65 рублей. Сейчас они стоят 215 рублей. Но я не заметил особого изменения в ценах. Может, если даже и заметил, то какой-то минимальный. Мониторинг цен на медикаменты продолжится, заявили в республиканской прокуратуре. До конца месяца в КБР проверят около 150 аптек. Осман Казаков, Эдуард Ногмов, Вести, Кабардино-Балкария.